МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голодные Зимбабве! На что готовы россияне ради халявы? Отжать и уничтожить Массандру. Вот где самое место вашему портвейну Массандра. Не пейте и не покупайте портвейн Массандра. Зачем оккупанты осознанно превращают винодельческое хозяйство в руину? Рейдеров интересует не виноград, который приносит доходы через бутылку, через трут и так далее. Они же возиться не хотят. Им нужна земля. Приключения итальянцев в Ордло. Как проходит тайная операция РФ по продвижению группировок ЛДНР в Европе? Здесь никакой террориста, никакой русский солдат. Факты, свидетельства, доказательства. Все это прямо сейчас в гражданской обороне. С пылу, с жару, из-под ботинка. Голодные игры в реальной жизни. Как любовь к халяве превратилась в национальный вид спорта в РФ? Кепочка, давайте. Кепочка там, давай. Тысяча и один пример жадности. И халява, как еще одна скрепа великой духовной. Прямо сейчас в гражданской обороне. На ваших экранах не массовая паника, не лагеря сирийских беженцев и даже не протестный митинг. Это просто россияне, учуявшие халяву. Голодные зимбабве. Драки за блины с лопаты. Эпические битвы за колбасу с неба. Медыщий, там еще есть. Толкучка за вафельные крохи. Мое, нет, мое. Отдайте, это мое. До крошки, до крошки. Эти случаи уже стали классикой, олицетворяющей пресловутые духовные скрепы. Кормежка людей из лопаты, это как раз яркая иллюстрация, что хотят люди. В России люди хотят быть бедными, и чтобы им что-то бесплатно давали. Защитники российского величия твердят, что это частный случай. Что ж, мы заглянули в интернет, чтобы это проверить. И честно, были шокированы. Фестиваль цветов в набережных Челнах. Ничто не предвещало беды. Повара испекли шарлотку-рекордсменку, и разрезать ее пригласили местного чиновника. На этом моменте культурная часть мероприятия закончилась. На раздачу пирога сбежалась оголтелая толпа. В какой-то момент организаторы перестали справляться с наплывом желающих. Обычные ножи сменила тяжелая артиллерия. Куски еды, которая явно утратила эстетический вид и больше походила на корм для скота, народу подбрасывали с помощью сакральной лопаты. Никого не смутило и то, что женщина топчется грязными ботинками по еде. Блины с лопатой нервно курят в сторонке. По ним хотя бы не топтались в обуви. Но народ с кодской отношения ничуть не смутило. Уплетали пироги из-под ног за обе щеки. Фестиваль невиданной жадности продолжает город Нижнекамск. Разве доводы остановят троглодитов? Резонно повара решили спастись бегством и оставили чак-чак на растерзание толпы. Я еще боюсь, чтобы не прижали. Две самые смелые дамы решили пойти по головам и покорить этот сладкий Эверест. Причем крайне агрессивно. Вот она, новая русская баба. И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит, и еды добудет любой ценой. Этот случай показал и то, что россияне очень экономные. Даже крохи со стола и те идут в дело. Но на этом в Нижнекамске не остановились. Подтвердить свое первенство в русском рейтинге любителей халявы решили уже через месяц. На празднике мороженого. Опасаясь за свою жизнь, парень на раздаче бросает в толпу последнюю пачку. И поспешно ретируется, пока стадо халявщиков отвлечено поисками мороженого. Традиция драться за драмовое мороженое уходит корнями в глубину русской культуры. Вот случай, который произошел пять лет назад. А это уже продолжение традиции в этом году. Недетский замес произошел на детском празднике в Стерлитамаке. Дети, дети, а я поморочу. Детей здесь почти не видно. Их вовсю теснят габаритные взрослые. Не стесняются при этом ни в выражениях, ни в применении грубой силы. Заметьте, самыми активными оказываются, как правило, самые отъевшиеся. Люди охапками выносят холодное лакомство, чем еще больше подначивают задние ряды. Ведь им может не достаться. Народ, придумавший сакральная жадность фраера сгубила, сам этой поговорке следовать, кажется, не собирается. В канун Нового года в Уфе объявили о раздаче бесплатной газировки. К назначенному месту собралось полгорода. Нет, это жопа какая-то. Там давка начинается. Страшно? А вот как все выглядело изнутри. Интересно, что организаторы не особо церемонис решили провести акцию просто на проезжей части. Кого интересует водители или безопасность собравшихся? Ну, уважаемые автолюбители, вы в полной жопе. А знаете, что самое гениальное? Из-за натиска толпы аниматорам даже не удалось открыть грузовики с подарками. Мы не можем вам достать, потому что мы даже не можем достать ваших бешок. Давайте организовываем сейчас на раз-два-три и делаем шаг в подарок. Человек в костюме Деда Мороза пытается как-то выкрутиться, пытается людей отодвинуть, но ничего не получается. Мероприятие заканчивается, все отменяется. Потому что народ контролю не поддается. Можно было бы предположить, что такое возможно в далеких голодных регионах, но нет. В самом сердце Москвы, под окнами священного Кремля, жителей и гостей столицы угощали заморским греческим салатом. И снова с оригинальной подачей – из самосвала. Мы выберем сектор и место. Когда мы его назовем, вам нужно встать и грибнуть. Да, я люблю Грецию. Тысяча волонтеров ковшами грузила ингредиенты в грузовик. После фиксации рекорда в 20 тонн салат начали раздавать зрителям. И понеслось. Не хочешь толкаться – сиди дома. Адепты секты халява уже навострили свои локти. Немощная пенсионерка превращается в халка, когда нужно побороться за вилку и лоток для бесплатного салата. Сотрудники пункта раздачи салата разбежались, а люди продолжили погром. Хватали пустые контейнеры, вилки и бутылки с водой. В итоге оторвали и унесли даже клеенчатые скатерти со столов. А мы духовно обогащены. Они действительно духовны по-особому. Ведь только в этой стране умудрились устроить побоище на праздновании Пасхи. Конечно, за бесплатный кулич. Не, ну вы совсем под конец с ума слили. Каждый старался урвать хотя бы маленький кусочек. Организаторам даже пришлось на время прервать раздачу кулича. Что это, если не апогей духовности? Скорее, прекрасная иллюстрация того, как выглядят люди, одержимые бесами. Высокая концентрация скреп на квадратный метр наблюдалась и на праздновании яблочного Спаса в Санкт-Петербурге, где добрые самаритяне на свой страх и риск решили раздать яблок. Не толкаемся! Так, назад! Мы прекратили бы свои... Раздые, проходим дальше, там еще раз, там яблоки! Люди в России не только голодные, но и холодные. И согреть их, по всей видимости, могут только кепки ЛДПР. Иначе объяснить массовое помешательство, вызванное раздачей кепок и блокнотов от Жириновского, не получается. Где мы займете сюда? Где мы займете сюда? Сумасшествие прокатилось по всем городам, где выступали ЛДПРовцы. Курган. То есть, если вы захотите найти бумажку, где будет четко написано, сколько стоит... Ребята, на меня посмотрите! Никого не интересовала речь ЛДПРовца. В толпе уже началась нешуточная потасовка. То же самое в Пензе. Владимир Владимирович, член высшего СЭВИД ЛДПР, депутат государства, довести информацию о нашей деятельности, и чтобы он всех... Обезумевших пенсионеров пришлось растаскивать полиции. То же самое повторилось в Кирове. Перестаньте, все уходим! Да что, давайте же! Кепочки давайте, кепочки там давайте. Тихо! Тихо, что у меня на паре-то, я не знаю как! Драка была такая, будто от наличия кепки и тетради зависит их жизнь. Это кошмар происходит. Даже дети себя так не ведут, как эти люди себя ведут. Это просто дикость. Апогеем вакханалии стала давка, в которой чуть не затоптали пенсионеров. Их в прямом смысле слова пришлось поднимать колено. Это шапуру. А синяя форма организаторов действовала на толпу, как красная тряпка на быков. Сколько остановок сейчас было? Вот везде так яро набрасываются на нас. Я пойду! Пожалуйста! Я в Алтабер! Забавно, что абсолютно все участвовавшие в гонке за дармовыми подачками считали виноватыми организаторов, а не толпу, которая в принципе при желании не смогла бы ничего организовать при таком натиске. Происходит отвратительно, особенно когда раздают, тут как-то неорганизовано. А другие осуждали всех вокруг, кроме себя любимых. У меня трое внуков, я пришла получить подарок. Похожая ситуация произошла на встрече с идиозным депутатом Милоновым в культурной столице РФ. В учебниках истории битву за Сталинград теперь вполне может затмить битва за Зефир. И снова причину такого поведения участники давки углядели в организации, никак не в самих себе. Что ж, великая страна начинается с великих людей. Самая великая. Улыбаться, вы министры самого лучшего в мире правительства, самой сильной в мире страны, за вами самые большие деньги. О-о-о! Лови! Держи! Самая духовная. Господь будет с нами. У нас очень сильная вера. Девушка, пролезь в эту дырку туда! Самая непобедимая. Способная отразить любую потенциальную агрессию. На деле оказывается самой жадной. Они гордятся тем, как сложно понять многогранную русскую душу. Однако на свет все чаще проступают самые отвратительные ее грани. Все сделано так, что человек будет агрессивной. Она будет накидаться на этот шматок хлеба, колбасы или блина. Если людей довести до такого скотского стану, то любой народ будет себя так поводить. По сути, халява стала философией жизни целой нации. Ведь нигде в цивилизованном мире не было зафиксировано вспышек таинственной болезни, превращающей людей в оголтелую толпу при единственном слове. Халява! Солодец! Смотрите далее в гражданской обороне. Ломать не строить. Вместо легендарных вин – шмурдяк. Те участки, на которых выращивался виноград, они сейчас застроены уже практически и коттеджи. Даешь российское качество – новый уровень крымского виноделия в оккупации. Не пейте и не покупайте портвин, массандра, красный. Руки загребущие. То, что Украина сохраняла как могла, у оккупантов легко идет с молотка. Поступает достаточно много предложений. Почему, в принципе, возникнет вопрос. Есть действительно покупатели знаковый. Херес 1775 года за 44 рубля – 12 копеек. Это можно петь? Ты видишь? Ты попробуешь? Все, к чему прикасается русский мир, рано или поздно деградирует и умирает. Закономерность, проверенную веками, сегодня можно наблюдать на примере крымского виноделия. Логично, что вот эта вся уникальная история крымского виноделия, она приходит к печальному концу. И самое ужасное, что этот конец положен сегодня России, которая обещала все это, наоборот, возрождать. И самое ужасное – отмотать назад будет в многих случаях невозможным. Сентябрь 15-го. На оккупированный полуостров приезжает большой друг президентов СИАРФ Сильвио Берлускони. Тяжеловес европейской политики Сильвио Берлускони. Сегодня в Крыму российский президент Путин приветствует его на итальянском. Сверхлояльного Кремлю гостя везут похвастаться отжатым украинским винзаводом «Массандро». Берлускони, который, конечно, как любой итальяне, знает толк в хорошем вине, изучает все максимально детально. Очевидно, что Берлускони знает толк не только в вине, но и в халяве. Проходя мимо полок с коллекционными винами 200-летней выдержки, Лизаблюд Кремля как бы невзначай интересуется. Толк в халяве знает и сам Владимир Владимирович. Позже становится известно, что Путин и Берлускони выпили коллекционный Херес 1775 года, который князь Лев Голицын привез из Испании. Херес де ля Фронтера 1775 год. Эта бутылка может уйти с аукциона не меньше, чем за миллион евро. Бутылка, которую пили Путин и Берлускони, была списана оккупационной администрацией «Массандры» за 44 рубля 12 копеек. То, что он показал перед Берлускони, ну как любой другой вор, вот он украл, вот это теперь его. Но это такое бахвальство с 90-х годов, которое, к сожалению, осталось у политической элиты России. За распитие уникальной бутылки из коллекционного фонда, который является достоянием Украины, украинская прокуратура возбудила уголовное дело. По оценкам экспертов, Путин и Берлускони нанесли ущерб стране на сумму 2 миллиона 173 тысячи гривен. Несомненно, это ущерб Украине, и рано или поздно его придется возвращать, скорее всего, с процентами. Но распитие коллекционных вин – лишь вершина айсберга. Странные вещи начали происходить в «Массандре» буквально сразу же после оккупации Крыма. Уже 4 июня 2014-го Аксенов подписывает распоряжение, согласно которому все имущество «Массандры» переходит в безвозмездное пользование управлению делами президента РФ. Главный вопрос – зачем управлению делами президента виноградники? Фактически администрация российского президента показала, кто должен кушать больше всего. «Ялта» – пятизвездочный спа-отель премиум-класса «Мрия» принадлежит Сбербанку России. Размах курорта действительно впечатляет. Не так давно территория расширилась еще на 12 гектаров за счет, да-да, тех самых виноградников «Массандры». Угоды тем или иным крупным игрокам, олигархам, крупнейшим российским банкам, как Сбербанк России, например, просто, еще раз повторюсь, отдавались уникальные земли, на которых раньше выращивалась уникальная крымская лоза и делался виноград. Вот это все было отдано. Участок рядом с отелем был одним из лучших. Здесь рос элитный сорт винограда, из которого делали вино мускат белый и красного камня. После оккупации виноградники вырубили, земли распахали и благоустраивают. Что делать, когда Крым будет освобожден, это ужас. Просто уничтожается вся база. И выхода из этой ситуации нет, потому что земли подобные, аналогичные, ее нет. Она будет просто застроена. Янина Павленко ранее возглавляла завод шампанских вин «Новый свет». За два года под ее руководством уволились, были уволены или ушли на пенсию почти половина сотрудников головного офиса компании. Потому что с такими тружениками, как вы, как может быть по-другому. Массандра знаменита на весь мир именно благодаря своим крепленным винам – Хересу и Портвейнам. Массандра по сортовому составу процентов 75 – это наши крепкие вина. Потому что если мы не сделаем мускат белый и красного камня, а это крепленное десертное вино, никто на белом свете его не сделает. Так было раньше. В 15-16-м Херес и Портвейн на заводе практически не выпускали. Новое руководство неожиданно кардинально меняет курс и делает ставку на сухое виноделие. Этим буквально пуская псу под хвост все уникальное наследие Льва Голицына, которым так любят гордиться в стране скреп. И госпожа Павленко, она логично привела сегодня предприятие Массандра к краху. Продажу коллекционных вин новое руководство Массандры закрыло. Теперь упор делают на новые сорта. На последней закрытой дегустации в Москве с участием крупнейших дистрибьюторов и специалистов новые сорта производства Массандры заняли последнее место. А на складах алкогольного оператора «Агора» скопилось 800 тысяч бутылок крепленного вина прошлого года с выпавшим осадком. Такого не было более 20 лет. Бывший топ-менеджер Массандры в интервью изданию «Медуза». О том, как изменилось качество массандровских вин с приходом русского мира, не стали молчать и блогеры. Хочу я обратиться к вам, виноделы Егорова 9, с Массандры. Вы меня что за идиота держите? Это что? Что это вы мне продали за 600 рублей? Это портвейн? Очевидно, новый менеджмент Массандры руководствуется стандартами страны скреп. А качество в самой духовной понимают по-своему. Это каберне, закрепленное дринным спиртом. Чувствую по опьянению, что спирт дринной. Сдобренное сахаром до 60 миллиграмм на дециметр. Пустой, безвкусный. Дальше блогера-дегустатора буквально разбирает негодование. Вот где самое место вашему портвейну Массандра. Вот там. Тем временем земли Массандры продолжают дерибанить. После того, как 12 гектаров отошли с Бирбанковской Мрии, в феврале 16-го оккупанты сообщили о продаже еще 36 гектаров массандровских виноградников. Их купила компания «Элиас». По данным российских СМИ, фирма связана с владельцем Лукойла Вагитом Олегперовым. Владимир Владимирович, большое спасибо вам за возможность подставлять и мне регулярно. У последнего есть свое винодельческое хозяйство неподалеку. Олег Перов еще в украинские времена хотел выкупить этот участок. Однако киевские власти и Бойко были против. Россия идет на это, потому что она чувствует себя в Крыму временщиком. То есть она понимает, что необходимо урвать деньги сейчас, потому что неизвестно, будут ли эти деньги в будущем, и неизвестно, будет ли этот Крым в будущем. Другой легендарный винзавод по производству шампанских вин «Новый свет», основанный все тем же князем Львом Голицыным, рискует быть проданным уже в этом году. Приватизация – слово, которое с лихих 90-х пугает всех жителей постсоветского пространства. И с тех пор, как в Крыму зашла речь о продаже легендарного завода шампанских вин «Новый свет», споры на частной или государственной форме собственности не утихают. Еще недавно Киселев ТВ буквально задыхалась от гордости. Завод «Новый свет» – наконец их. К Крыму местные виноделы отрапортовали о первой партии шампанского, произведенного в России. Эти штольни еще в 1874 году заложил князь Лев Сергеевич Голицын. Одновременно здесь хранится 7 миллионов бутылок шампанского. Федеральные телеканалы самой духовной наперебой хвастались наградами новосветских вин и уникальной технологией. Однако весной 17-го выяснилось, что все на заводе плохо. Деньги на модернизацию нового света. Найти их после воссоединения с Россией – не масштабная проблема, но главное – это законодательные тонкости. Оказывается, из-за бюрократии и открытых закупок работать заводу очень и очень сложно. В общем, надо продавать. Пропагандист в конце сюжета едва ли не кричит о том, что приватизация – это здорово. В таком ракурсе термин «приватизация» не так страшно звучит, когда речь идет о выживании единственного в своем роде предприятия. Есть действительно покупатели знаковые, которые готовы полностью сохранить всю структуру потенциально, то есть около 40 миллионов долларов на приобретение. Официально, я думаю, что все это будет летом. А знаковые покупатели все те же – лица, приближенные к императору. На этот раз речь, скорее всего, пойдет о Борисе Титове. Здравствуйте. Борис Титов – уполномоченный при президенте РФ по делам предпринимателей, крупный бизнесмен и председатель Совета Российского Союза виноградарей и виноделов. Он уже владеет винодельческим заводом «Абраудюрсо» в Краснодарском крае, основанным все тем же Львом Голицыным. «Абраудюрсо» – это бизнес. Бизнес, который, по-моему, в прошлом году было больше 600 миллионов рублей прибыли. Он почти 7 миллиардов продаж. Уже в 2014-м Борис Титов был нацелен на захват винодельческих предприятий Крыма. По данным «Форбс», правительство страны «Скреп» обсуждало вариант передачи «Нового света» Титову сразу же после оккупации. Теперь вот заговорили о приватизации. 24 года Украина сохраняла легендарные винодельческие предприятия Крыма. Комбинат «Массандра» и завод шампанских вин «Новый свет». Как только русский мир вступил на полуостров, все полетело в тартарары. «Самая натуральная отрава. Не пейте и не покупайте портвейн «Массандра». То, что было национальным достоянием Украины и принадлежало всему народу, в РФ лишь возможность для избранных нажиться на дорогих землях и выпить 200-летнего Хереса за 44 рубля 12 копеек. Аналогов в мире нет. Смотрите далее в гражданской обороне. Трамп прощай, да здравствует Ким Чен Ын. Не просто руководитель, а что это такое? Полубог. Полубог. Северная Корея глазами российской пропаганды. И нормального человека. В ближайшие 15 лет студент университета штата Вирджиния может провести на северокорейской каторге. Там типа есть такие села, где нужно закрывать очи и закрывают окна. Как и зачем Роспропаганда создает образ коммунистического рая в КНДР? Прямо сейчас в гражданской обороне. Поссорились как-то Трамп с Ким Чен Ыном. Это совсем не начало анекдота, как могло показаться. А реальность и весьма пугающее. Ведь поссорились они из-за ядерного оружия. Факты говорят о том, что Пхеньян вплотную подошел к созданию боевого ядерного оружия. США развернули на территории Южной Кореи противоракетную систему. Четыре ракеты, запущенные с территории КНДР, упали в море вблизи территориальных вод Японии. За последние 18 месяцев Северная Корея провела два незаконных ядерных испытания. И беспрецедентное количество испытаний баллистических ракет. Эра стратегического терпения подошла к концу. Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе. КНДР готова нанести превентивный удар по силам США. Американцы вообще подогнали к полуострову авианосец с ударной группой ВМС. В противостоянии двух ядерных чемоданчиков благоразумнее было бы поддержать того, кто более стабилен психически. А глава Пхеньяна этим уж точно похвастаться не может. Из зенитной пушки расстрелян глава Минобороны КНДР. Своего дядю и наставника Чан Сон Хэка, обвиненного в измене родине и моральном разложении, молодой лидер уничтожил из крупнокалиберного пулемета. Кроме этого, своих постов лишились и несколько его соратников, которые позже были казнены. Свою тетю Ким Чен Ын отравил, приказал отравить. Все цивилизованные страны осудили стремление к НДР владеть ядерным оружием. Северная Корея пытается усовершенствовать свое ядерное оружие и средства его доставки для того, чтобы взять весь регион и целый мир в заложники угрозы ядерного удара. Но все же нашелся режим, который ядерная ссора порадовала. Ким Чен Ын готов к переговорам, а Трамп нет. Трамп более импульсивен и непредсказуем, чем Ким Чен Ын. Наконец-то Кремль нашел единомышленника. Со всех телекранов нескончаемым потоком понеслись хвалебные оды смелости Ким Чен Ына. Корея, Северная Корея, маленькая страна показала, что ей плевать на то, что Америка считает себя великой державой, самая сильная армия. Вот Russia Today уже бодро высмеивает попытки США утихомирить северокорейского диктатора. Вот уж правда, у страха глаза велики. Злодейка Корея потрясает дьявольским оружием и замышляет гнусные дела. Единственное, что имеет значение – это страх. Бойтесь Северную Корею. Ким Чен Ын громко и весело хлопает в ладоши и разрешает прославляющим его каналам государства-соседа снимать запуск очередной ракеты. Идиллия не иначе. В ответ пропагандисты уже нахваливают жизнь в Северной Корее. Особое внимание в пропагандистских сюжетах уделяется уважению к вождю. Ким Чен Ын для всех северокорейцев – пример для подражания. Называют его уважаемый высший руководитель и товарищ. В моде костюмы, как у лидера, и, конечно же, прически. Руководитель Северной Кореи – Ким Чен Ын. Там особый у него статус, не просто руководитель, а что-то такое… Полубог. Полубог. Мы верим в нашего лидера и пойдем за ним. У нас лучший руководитель, и победа будет за нами. На втором месте – оценка военной мощи. Бесчисленное количество военных на квадратный метр – идеальная поддержка режима. Солнце Кореи – так называют в детских песнях великих генералов. КНДР – самая милитаризированная страна в мире, готова к любой войне. Смысл существования страны, а армия – ее правящий класс. И, в конце концов, скромный, но праведный социалистический быт. Вода есть холодная и даже горячая. Вот здесь рис, который нам выдают на каждую семью. Десять килограмм в месяц. Вот телевизор работает. Смотрим один канал. Но вот интересное наблюдение. Из года в год журналистов КНДР возят по одним и тем же образцово показательным местам. Тотальная бедность, но есть какие-то точки показательные. Куда привозят камеры, делегации, политики. Эти точки за 20 лет не изменились. Одна станция метро, одна площадь, один колхоз. Попытки снять что-то помимо обязательной программы пресекаются. Рядом всегда гид, который на всякий случай попросит не снимать лишнего. Реальная жизнь Северной Кореи остается за кадром. В этом году на территорию Северной Кореи высадился даже гламурный десант в лице телеведущей Елены Летучей. Покажу вам немножко уже Северной Кореи. В РФ она ведет российский аналог программы «Ревизор», инспектирует отели и курорты Великой и Духовной. С той же целью приехала и в Пхеньян, якобы. На самом же деле скорее инспектировала режим. Невероятного размаха Монзоли. Вы знаете, когда народ так почитает своих лидеров, мне кажется, это достойно уважения. Киберсей считал импортозамещение единственным путем для роста своей страны. И, наконец, от пропаганды стиля жизни к прославлению КНДР туристической. Ну, кто бы мог подумать, что я приеду в Северную Корею и приеду на такой прекрасный горнолыжный курорт, где концерт развлекательный, горка. Ну, все, что нужно нормальному человеку. Летучая рекламирует как туристический рай страну, куда туристу лучше даже не соваться. Клевета? А как вам такая история? Американскому студенту в Северной Корее присудили, внимание, 15 лет каторки за якобы сорванный плакат с пропагандой. Такое тяжкое наказание 21-летний молодой человек получил всего лишь за то, что снял со стены в гостинице и хотел увезти домой в США в качестве сувенира плакат пропагандистского характера. Я прошу вас увидеть, что я просто человек и я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Следствия не было, только суд. Дверь закрылась и вот уже год никто не знает, как, где и жив ли вообще парень. Приезжайте в Киен, сейчас доступны туристические сутевки, вы можете вполне устроить себе эзотическое путешествие в страну не прошлого туристического, а будущего. Вот самый свежий сюжет этого года. Великий Ким открывает новый квартал. Открывает Ким Чен Ын новый жилой квартал в центре Пхеньяна. Посмотреть квартиры приходят жители со всего Пхеньяна. Посмотреть как в музее. Ведь позволить себе такую квартиру простой народ не может. Простое доказательство – фильм режиссера Виталия Манского. Он два года добивался разрешения на съемки документального фильма о жизни северокорейской школьницы. А когда получил, столкнулся с настоящей реальностью. Корейские чиновники представили ему готовый сценарий. Все места съемок, слова актеров были определены заранее. Квартира, в которой Зин Ми живет семьей, всего лишь пропагандистская инсценировка. Во время предварительных переговоров по поводу съемок семья жила в тесной квартире неподалеку от вокзала. На время съемок их поселили в более благоприятный район. Но самое страшное – северокорейские концлагеря. В настоящее время в Северной Корее работает около 16 трудовых лагерей. Туда отправляют не только изменников, но и их семьи до третьего колена. О жизни там удалось узнать из рассказов немногих сбежавших из плена. Дневной рацион состоит из кукурузы, капусты и соли в количестве, достаточном, чтобы не умереть от голода. На публичных казнях, проводимых несколько раз в год, в качестве воспитания должны присутствовать все пленники, вне зависимости от возраста. Счастливчики, которым удалось вырваться из КНДР, рассказывают ужасные вещи, которые кардинально отличаются от пропагандистской картинки. «Мне было всего 7 лет, когда я впервые увидела публичную казнь». Россия продолжает нахваливать скромности повиновения северных корейцев. «Простые работяги-корейцы докажут свою верность режиму не словом, а делом». Так в глазах среднестатистического россиянина создается новый пример для подражания. Ведь они не знают, что там за фасадом на самом деле. Дружить не за что-то хорошее, а против кого-то – обычная тактика Кремля. А дружить против Америки – особо приятно. «Все это торкается ядерной оружием, то Россия демонстрирует зневагу до мирного света. И всегда готова поддерживать всех хулиганов, которые хотят создать собственную ядерную оружию, для того, чтобы загрожить этому мирному свете. Особенно в Захидном свете. Поэтому Путин всегда готов поддерживать КНДР». В данном случае поговорка «Рыбак рыбака видит издалека» срабатывает на 100%. Тоталитаризм и диктатура в Северной Корее отточены до совершенства. Просто не страна, а голубая мечта для Кремля. «Ну ведь это мы сделали. Его дедушка у нас воспитывался. Ким Ир Сен был офицером советской армии и взял полностью модель Сталина. Они знать ничего не знали про коммунизм, про все остальное. То есть Ким Ир Сен приехал повторять Сталина у себя». А тут еще и с Америкой знатно поссорились. Кажется, вопрос, кого поддержать, даже не стоял. «Северная Корея дала по морде этой Америки хваленой». «Северная Корея просит воздержаться от провокации в ее адрес, поскольку, как там заявляют, на тотальную войну она ответит тотальной войной». Страна с претензией на величие действует как мелкий подстрекатель в уличной разборке. «В не всех магазинах всего полно, но эта армия самая сильная сегодня. Миллионная армия снесет и Южную Корею, и полуяпонии, и американцев. А это что, посудины?» Только вот создавая образ прекрасной Северной Кореи, всего лишь назло американцам, Кремль играет с огнем, даже не задумываясь, какие чудовищные последствия эта игра может иметь. Смотрите далее в «Гражданской обороне». Ни Берлуско ни единым. Российские агенты влияния в Италии. «Все правые партии не только в Италии, а и в Европе находятся в оперативной разработке российских специальных судов». ДНР как пример демократии для Италии или генерация бреда за деньги Кремля. «Пимонт, Италия и вся Европа должны поучиться у Донбасса, потому что за нас принимает решение Евросоюз». Представительство ДНР в Турине и площадь мучеников Одессы в Чириано-Лагретто. Как РФ лепит итальянских друзей недореспублик. «73 года между этими двумя Одессами в городе Чириано считают, это одинаковые по жестокости убийства». Итальянские фашисты на службе у так называемой ДНР. «Амо ла Руссия, амо Путина». Самым известным итальянским поклонником Путина можно смело называть экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. «У меня братские отношения с Владимиром Путиным. Я думаю, что он лучший в мире политик наших дней». За преданность русскому миру для Берлускони РФ не жалеет ни всевозможных преференций, ни отжатого 200-летнего крымского Хереса. «Вся земля крымская, прекрасно. У меня иногда даже дух захватывает на все это, смотри». Однако не Берлускони единым живет российское лобби в Италии. Снять санкции с РФ, признать Крым российским и даже установить дипломатические отношения с псевдореспубликами ДНР-ЛНР. Этих целей в Италии вот уже несколько лет добивается целая сеть, кропотливо созданная Кремлем. «Я прибыл сюда, чтобы самому увидеть, что здесь происходит на самом деле. И, конечно, чтобы налаживать отношения с вами. Потому что мы в Совете Пьемонта уже начали работу, подняли вопросы снятия санкций и работаем в направлении официального признания вашей республики». Признавать псевдореспублики собрался депутат регионального совета Пьемонта Маурицио Мароне. «Фактически он информирует в позитивном ключе жителей Италии о том, что ДНР и ЛНР якобы есть республиками». Маурицио Мароне – член правой партии «Братья Италии». Политическая сила была организована в 2012 году бывшими функционерами партии «Народ свободы», которую возглавлял Сильвио Берлускони – все тот же одиозный премьер-министр Италии и личный друг президента России Владимира Путина. «Партия была основана в 2012 году, придерживается крайне правой идеологии, в принципе своей деятельности опирается на финансирование Сильвио Берлускони». 8 сентября 2016-го Марона прибывает в оккупированный Луганск. И хотя по факту его миссия носит частный характер, сепаратистские СМИ подают политика именно как представителя Пьемонта. В похвалах оккупантам Марона себя не сдерживает. «Среди наших партий нет такой демократии, как у вас, которая позволяет всем иметь собственный голос». Уже в октябре 2016-го все тот же Марона изо всех сил хвалит так называемый «праймарис» в недореспубликах и призывает Европу брать пример. «Никто никого не заставлял. Люди свободно пошли на все это, как на праздник. Я убедился, что все прошло в рамках закона». «Деятельность Мароны используется российскими специальными службами для легализации самопровозглашенных республик». Спустя каких-то пару месяцев, уже в декабре 2016-го, все тот же Маурицио Мароне открывает в Турине представительство фейковой ДНР. «Интересы ДНР на открытии центра представлял член регионального парламента от партии «Братья Италии» Маурицио Мароне, дважды посещавший Донбасс в 2016-м году». Так называемое представительство никто нигде не регистрировал. А значит, весь этот спектакль разыгрывался с единственной целью – пиара. «То же, что произошло в Турине, является провокацией с участием нескольких итальянских граждан». Тем не менее, подобная наглость возмутила не только украинцев, но и самих итальянцев. «Члены левоцентристских радикальной и демократической партии намерены требовать закрытия представительства, так называемой ДНР как рассадника фашизма». «Россияне, как никто другой, понимают, что если называть, что что-то существует, в сознании граждан оно будет существовать. Представительство ДНР в Турине – это фактически создание вымышленного посольства, чистый симулякор. Это инструмент мягкой силы». Осенью 16-го приезд Мороны в Луганск организовал его соотечественник Андреа Пальмери. Андреа Пальмери давно известен сайту «Миротворец». 37 лет. Итальянский фашист, вступивший в ряды боевиков ДНР еще летом 14-го. В Италии Пальмери разыскивают за нанесение тяжелых телесных повреждений. «Пальмери грозит два года условно за ношение оружия, нарушение общественного порядка, угрозы местному населению и нанесение травм средней и большой тяжести». Однако в сепаратистских СМИ фашисты Пальмери подают как борца за справедливость и волонтера. «В Италии людей организируют митинги, где рассказывают ситуацию в Донбассе, ЛНР, ДНР, и зарабатывают деньги. И за эти деньги мы покупаем продукты». Каким образом итальянский фашист, осужденный и разыскиваемый у себя на родине, может сотрудничать с итальянской стороной и получать от нее гуманитарную помощь? Эксперты уверяют, это становится возможно как раз благодаря вмешательству РФ. «Если посмотреть на структуры и то, как действует ФСБ, то мы увидим такую интересную организацию, как Россотрудничество. И фактически все, что поддерживает Россию, финансируется оттуда». Россотрудничество при посольстве РФ в Италии возглавляет бывший журналист информагентства ИТАРТАС Олег Осипов. Среди ассоциаций, которые он поддерживает, есть и некое «Русское поле». Ассоциация «Русское поле» родилась из идеи солидарности всех людей, которые хотят сотрудничать и имеют одни и те же интересы. «Русское поле», которое фактически напрямую поддерживает посольство РФ в Италии, называет себя «аполитичной организацией». «Очень важная организация политична, но не поддерживаем ни одной из политических партий». Видимо, аполитичность теперь выглядит так. «Как экономист могу вас заверить, что без России экономика Украины отличена? Обсурд, коррупция, воры, киноцид. Они пьют в рот народу Украины не один год». На конференциях и мероприятиях «Русского поля» слово в слово повторяют тексты российских пропагандистов. «Гражданская война», «Киевские фашисты», «Деды воевали». «Очень жаль, что после Великой Отечественной войны не искоренили эти корни неонацистов. На Украине сейчас идет вторая Великая Отечественная война. Мы боремся с нацистами». С 14-го русское поле всеми силами пропагандирует в Италии террористические ДНР и ЛНР. И заодно создает иллюзию международной поддержки для российских СМИ. «Украина, очнись! Прось в кондолыне нацизма! Нацизм не пройдет! Мы победим! Новороссия! Вореве!» Возглавляет русское поле мигрантка из России Елена Корнелкова. Она регулярно посещает оккупированные Луганск и Донецк. И бывает на приеме у лидеров террористических групп. «Какая цель этих организаций? Прежде всего это черный пиар против Украины, а также освоение бюджетных денег Российской Федерации». На культурные встречи Россотрудничества частенько заглядывает и итальянский писатель-коммунист Сильвио Маркони. Весной прошлого года он издал книгу «Донбасс. Черные нити памяти удалены». В Кремле остались довольны. Извлеченная черная нить памяти, на страницах которой ученые пытаются предупредить мир о том, что Украина, а также страны Балтии стали инкубатором фашизма в Европе. Интересно, что сам Маркони на Донбассе не был, но украинских фашистов, пожирающих снегирей, описал очень убедительно. «При этом автор подчеркивает, что такое Украина. Нацистская лаборатория – инструмент борьбы с царизмом, но никак не государство в классическом общепринятом смысле этого слова. Как государство, как народы с отдельным языком Украина никогда не существовала». Кто оплатил издание книги Сильвио Маркони, долго думать не нужно. «Оплачивать это, конечно же, многострадальный российский народ через налоги, которые идут в бюджет. Соответственно, уже через бюджет, скорее всего, Росотрудничество проходит по статьям службы внешней разведки». Помимо главы Российского центра науки и культуры в Риме Олега Осипова, активную пропаганду в Италии ведет его дочь Ирина Осипова. «Я могу сказать, что отношение к России меняется в хорошую сторону, в лучшую сторону». Ирина Осипова получила образование в Италии. Сегодня девушка как только может пропагандирует Путина и его политику в Италии. Призывает снять санкции из РФ и дать отпор американцам. «Им тоже хочется иметь такого же лидера, как Путина, только своего у себя дома. Но чтобы делать точно так же, как и он – защищал национальные интересы». В Италии Осипова руководит Ассоциацией российско-итальянская молодежь «Рим». Проводит акции в поддержку Новороссии, ЛНР и ДНР. «Данная ассоциация используется для проведения публичных акций, пикетирования украинского посольства. Опять-таки придерживается крайне левацких и пророссийских взглядов». После просмотра страницы Осиповой в соцсетях выясняется, что с итальянским фашистом Андреа Пальмери путинистка знакома минимум с 2014 года. Вполне вероятно, что именно через Осипову Пальмери получает итальянскую гуманитарку и организовывает визиты итальянских политиков в ЛНР. «Осипово тесно связано с правой партией «Братья Италии», член которой – Маурицио Мароне, и посещал Луганск осенью 2016-го. «Пьемонт, Италия и вся Европа должны поучиться у Донбасса». Также кремлевская пропагандистка имеет своих людей в партии «Лига Ломбардии», например, Данте Катанио. Мэр города Данте Катанио предъявляет засыпанную снегом территорию дипломатического скандала. Это мэр маленького итальянского городка Чириано Лагетто. В феврале 2015-го он прославился дипломатическим скандалом. Ни с того, ни с сего итальянец дает одной из площадей городка название в честь «мучеников Одессы». А что так не понравилось? Слово «Одесса» или «мученики»? Не в словах дела. Кому-то очень сильно не понравилось, что мы вспомнили не только 1941-й год, но и события в Одессе 2 мая 2014-го года. Сразу же после установки таблички Украина выразила официальный протест. Ведь результат противостояния групп протестующих в 2014-м попытались приравнять к массовым убийствам по национальному признаку в 1941-м. Жители Италии, скорее всего, даже не знают, что это за памятник или просто на него удивленно смотрят. Зато российские СМИ показывают, что вот, вся Европа встревожена тем, что делает Украина. В Италии с 2014-го года действуют организации, откровенно пропагандирующие псевдореспублики ЛНР и ДНР. В лучших традициях фабрики лжи они называют украинцев фашистами. Власть в Киеве незаконной, а российскую агрессию гражданской войной. Мы боремся с нацистами в Киеве. Все итальянские визитеры фейковых республик так или иначе связаны с этими организациями. А сами организации, по сути, подотчетны агентству Россотрудничества при правительстве РФ в Италии. То есть управляются из Кремля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова